Величайший шоумен хинди-кино – так называли актёра, режиссёра и продюсера Раджа Капура. Он был в высшей степени талантлив во всех аспектах кинопроизводства и подарил зрителям прекрасные фильмы, такие как «Бродяга», «Сезон дождей», «Репутация», «Господин 420» и многие другие. Он также известен как индийский Чарли Чаплин, поскольку часто снимал фильмы о жизни и невзгодах обычного человека, но всегда показывал, что главный герой счастлив и позитивен. Сегодня, дорогие зрители, я предлагаю несколько интересных фактов из его биографии. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Его имя не Радж. Его настоящее имя – Ранбир. Да, его внука назвали в его честь. Фактически Радж было вторым именем всех трёх братьев – Ранбира, Шаши и Шамми. Радж был старшим из шести детей пред Хвираджа и Рамсарни Капур, двое из которых умерли в детстве. Его первая работа в киноиндустрии была мальчиком-хлопушкой. Впервые на экране Радж Капур появился ещё ребёнком, когда сыграл маленькую роль в фильме «Революция» 1935 года. Однако его первая полноценная работа в киноиндустрии случилась в 18 лет. За 10 рублей в месяц он стучал кинохлопушкой на съёмках фильма «Вишканье» 1943 года режиссёра Кидара Шармы. Даже тогда Радж заботился о том, чтобы выглядеть безупречно перед камерой. Он всегда был одет с иголочки. Сцены из его фильмов были часто вдохновлены эпизодами из его реальной жизни. Например, сцена из фильма «Бобби», где Реши Капур впервые встречает Димпл Кападио, была вдохновлена случаем из его личной жизни, когда он впервые встретил актрису Наргиз. Он был самым молодым режиссёром своей эпохи. Радж Капур стал самым молодым режиссёром в возрасте 24 лет. До этого он хотел стать музыкальным руководителем, но в 1948 году основал собственную студию РК Филмс и больше не оглядывался назад. У Капура были проблемы с дыханием. Очень близкому другу Капура, режиссёру Решикешу Мукерджи, снились не очень хорошие сны о том, что он теряет друга из-за плохого здоровья. Вдохновлённый этими снами, Решикеш снял культовый фильм «Анант» 1971. Он так и не успел доснять свой последний фильм. Последний фильм Раджа Капура «Хенна» так и остался незавершённым. Радж Капур ушёл из жизни в 1988 году, не успев его доснять. Позже проект закончил его старший сын Ранхир и выпустил в 1991 году. Фильм имел огромный коммерческий успех. Не все его фильмы имели успех. Самый амбициозный проект в жизни Капура, который он снимал 6 лет, «Моё имя-клон», не имел успеха у зрителей, что оставило режиссёра в финансовом и душевном унынии. Однако много лет спустя фильм назвали неправильно понятой классикой. Хронометраж картины составлял 5 часов с двумя антрактами. Последняя награда. 2 мая 1988 года Радж Капур был удостоен премии Дадасахеба Фальки и присутствовал на церемонии с кислородной маской. Когда его имя было объявлено президентом Венкат Романом, Капур не смог подняться с места, ему стало плохо. Увидев это, президент нарушил протокол и спустился, чтобы вручить награду. После чего актёр был госпитализирован. Месяц Радж находился на аппарате жизнеобеспечения. 2 июня его не стало. Признание Вклад Капура в кино огромен. Он стал лауреатом двух национальных премий за лучший полнометражный фильм на Хинди и 11 премий Filmfare Awards среди многих других. Капур также был удостоен одной из высших гражданских государственных наград Индии Падма Пхушан в 1971 году. В 2001 году в его честь была выпущена почтовая марка. Его фильмы «Бродяга» и «Чистильщики обуви» в качестве продюсера были номинированы на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Владимир Высоцкий в своей «Песне о йогах» описывает Раджа Капура как одного из самых известных символов индийской культуры наряду с богом Шивой и йогами. Капур дважды входил в состав Международного кинофестиваля в Москве. Друзья, вы смотрели фильмы Раджа Капура? Какой из них запомнился больше всего? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Впереди еще очень много интересного. С вами была Мила, до новых встреч!